Кто мы во Христе Иисусе? Кто мы во Христе Иисусе? Знаете, понимание этого, кто мы во Христе Иисусе, оно дает нам не только понимание, но и дает нам возможность жить в этом и наслаждаться этим и пользоваться этим. То есть, если, к примеру, взять этот стих, который я только что прочитал, «Иисус Христос позвал своих учеников и дал власть». То есть, если я понимаю, что я ученик Иисуса Христа, и если я понимаю, что Иисус дал мне власть, то я как власть имеющий и должен жить. Знаете, многие христиане, они не живут победоносной жизнью. Почему? Потому что мы не понимаем, кто мы во Христе. Мы живем в какой-то непонятной жизни только из-за того, что мы не пользуемся этой властью. К примеру, если бы вы видели перед собой болезнь, вот представьте, да, встала перед вами болезнь. И говорит, я сейчас буду тебя болеть. А ты говоришь, знаешь, у меня есть власть. И ты что-то ешь палку. И когда в этой болезни помешь глаз? Но из-за того, что мы не понимаем, что мы имеем власть, первое. Мы не понимаем, какая у нас есть сила, второе. Из-за того, что мы не понимаем, кто мы во Христе Иисусе, болезнь говорит, ой, иди сюда. Сейчас я тебе все сделаю. И звонишь к людям и говорят, ой, я уже с Нового года еще ни разу с кровати не встал. Боже мой. В какую церковь ты ходишь? Куда ты ходишь вообще? В кого ты веришь? Что ты читаешь? Хочется так сказать. Но ты же так не говоришь. Я только со сцены могу такой храбрый сказать. А когда звоню, говорю, ну ладно, давай помолюсь за тебя. Давай поддержу тебя. Давай вместе поболеем. Все. Ранами Иисуса ты исцелен. Приходи в воскресенье. Смотришь, уже проявился в воскресенье. Думаю, Боже, что поменялось? Два дня назад болел. Уже сегодня все поменялось. Уже есть. Смотрю, есть в зале. Ну, слава Господу. Так что, первое. Мы должны понять. На следующей неделе поста целую неделю, пять дней мы будем разбирать разные места из Писания для того, чтобы понять, кто мы есть во Христе Иисусе. Почему Иисус Христос избрал именно нас? Почему Он сказал, ты мой. Я люблю тебя. Я пришел ради тебя. Я хочу освободить тебя. Я хочу исцелить тебя. Я хочу дать тебе что-то новое. То, что ты еще не знал до сегодняшнего дня. Я хочу исцелить твои раны. Я хочу исцелить твою душу. Я хочу исцелить твой разум. Я хочу исцелить все, что у тебя болит на сегодняшний день. Он хочет перевязать твои раны. Он говорит в своем слове, да? Что все труждающиеся, все примененные, все больные, все зависимые, все сокровами. Придите ко мне. И я полностью вас освобожу от этого. Что мы должны понять? Что у нас есть эта уникальная возможность приходить к Нему. Посредством Его крови, посредством Его смерти, воскрешения, посредством Его Духа Святого. Мы имеем эту возможность прийти к Иисусу Христу и получить это освобождение. Все, все, что нам нужно понимать. Никто на этой земле не поможет тебе. Мы разговаривали на этой неделе со Славиком. И мне нравится его ход мысленности в сегодняшний день. То есть никто. Я, поверьте, я не умирал за вас. И я не могу вас исцелить. Я, как Юра, не могу вас исцелить. Я, как Юра, не могу вас освободить. И никто этого не может сделать. Только Иисус Христос может это сделать. Только Он может вас исцелить, может вас освободить, может вас изменить, может вас наполнить, может вас благословить. Только Он это может сделать. Моя задача, как пастора, которого Бог поставил, сказать вам об этом. Все, что мне нужно, это сказать вам Ребята, вот так вот Вот на сегодняшний день Вот это Если вы поверите в это Вот то, что я вам сказал, два антибиотика Для исцеления Я научился 15 лет назад Я пришел, мне сказали об этом Я сказал, все, я понял Болит голова Руку на голову, Господь Исцеливая Иисуса Христа Пару минут все прошло Подвернул ногу, Господь, ранами твоими Я исцелен, сломал руку Господь исцелен, через три дня Сняли гипс, смотрят на эту Как это называется, она с ним говорит, это нереально Просто невозможно Так как ты сломал руку, невозможно Сломал ногу, помните Я сломал ногу, мне сказали За голову, все, забинтовать Все одеть, все одеть Я говорю, доктор, все, ранами я исцелен Пару дней все, бегаю и живу как положено Почему? Ты понимаешь, что ты во Христе Ты понимаешь, что ты во Христе Ты понимаешь, что Бог сделал для тебя Ты понимаешь, что нужно делать И как, ну знаете, не только нужно знать Божье слово А нужно этим пользоваться Нужно этим наслаждаться Нужно этим жить Нужно это принять Поверить в это Как ты можешь поверить, если ты не увидишь Фома неверующий Я не поверю до тех пор, пока не увижу А Иисус говорит, блаженный тот, кто поверит, не видевший Я никогда не видел, как мои кости внутри исцелялись Но я поверил, что Иисус может это сделать Я никогда не верю, не видел, как микробы в моей голове Или где-то в носу, или где-то в легких Размножались Я не видел, как Иисус с ними боролся Но я верил, что Он это может сделать Потому что ранами Его мы исцелим Итак, кто мы во Христе Иисусе? Первое, на сегодняшний день Мы избраны самим Иисусом Христом Мы избраны самим Иисусом Христом Когда ты понимаешь это То есть, ну, вдумайтесь, да? Сам Иисус Христос тебя избрал Сам Иисус Христос тебя избрал Никто из нас не избирал Иисуса Христа, поверьте Мы жили, наслаждались своей жизнью И нам все было хорошо И даже когда нам было тяжело Мы не избирали Иисуса Христа Он подобрал где-то нас Он где-то нас увидел Он знал, что придет момент, когда Нужно постучаться в твои двери И Он тебя избрал Он избрал тебя для себя Иван Диат Матфея, 15 глава, 14-16 стих Вы, друзья мои Если исполняете то, что я заповедую вам Я уже не называю вас рабами Ибо раб не знает, что делает Господин его Но я назвал вас друзьями Потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего Не вы меня избрали А Я вас избрал Поставил вас Чтобы вы шли и приносили плод И чтобы плод ваш пребывал Дабы чего не попросите От Отца во имя Мое Он дал вам Иисус говорит в 14 стихе Вы мои друзья Кто в этом мире может назвать тебя своим другом Послушайте Если вы послушаете то, что вокруг вас окружает Весь мир нацелен на то Чтобы сказать, что вы никто Что вы ничего не можете Вы ничего не умеете У вас ничего не получится Если вы посмотрите рекламу У нас нет телевизора Но я когда заезжаю к теще И смотрю какую-то передачу Она включается Вы знаете, через каждое какое-то время Реклама И ты понимаешь Что ты без вот этого Что тебе показывают Без этого ты не можешь исцелиться Без этого ты не можешь ходить Без этого ты не можешь жить Без этого ты не можешь дышать Я смотрю и думаю Боже мой Это ж люди слушают И смотрят это часами И они начинают в это верить, что без какого-то вещи, без какой-то пилюльки не можешь исцелиться. Когда-то я общался с одним доктором про медицину Советского Союза. И я вспомнил это. Если вы помните, я приходил в школу, к доктору, чтобы прогулять в школу. Я говорил, у меня болит голова. И мне давали таблетку. Я брал эту таблетку, выпивал. Мне становилось сразу хорошо. Думаю, это хорошая таблетка. А потом мне рассказали, что в школах в основном на любую болезнь давали просто обыкновенную аскорбиновую кислоту. Чего бы аскорбинку тебе дали? Ты хоп, голова не болит. В армии, когда я служил, у нас было классное лекарство. Ты приходишь к доктору, говоришь, у меня болит живот. Он говорит, поднимай рубашку. Хоп, поднял, взял зеленкой, намазал. Все, уже не болит живот. Голова зеленая. А все была зеленка. И когда ты понимаешь, что ты сейчас пойдешь с больной головой к доктору, у тебя будет зеленая голова. Скорее всего, что ты туда больше не пойдешь. Йодовая сетка. Да, йодовая сетка. Медицин, йодовая сетка. Все, и ты весь зелен. Но Иисус говорит, вы мои друзья. Знаете, когда ты понимаешь, что сам Иисус Христос твой друг, Он уже полностью доверяет тебе, Он принимает тебя в свои обители, Он принимает тебя в свои благословения, Он принимает тебя в то, что ты на сегодняшний день не имеешь. Он говорит, вы мои друзья. Но что нужно сделать? Исполнять его слово. А как можно исполнять слово, если ты его не читаешь? А как можно понимать слово, которое ты читаешь и не понимаешь? А как можно понимать, ну, исполнять слово, которое ты понял, не прочитал, понял, осознал, но понимаешь, какую цену нужно заплатить? Потому что когда я говорю слово Не обманывай Ты говоришь, ну как Хоть чуть-чуть же надо Для связки слов При украшении Если исполняете слово То, что я заповедую вам Я уже не называю вас рабами Знаете, весь мир на сегодняшний день Его политика нацелена на то, чтобы поработить нас Вся политика вокруг человека На сегодняшний день И спокон веков Была нацелена на то, чтобы поработить его С момента грехопадения Адама с Евой Была дьявола, задача была нацелить Поработить человека Сделать его рабом Скушали? Все, что тебе надо, это только попробовать Я помню, когда мне в 15 лет говорят Ну, я был спортсменом Мне говорят Слушай, ты классный У тебя все классно Но все, что тебе не хватает Это покурить Девочкам нравится Когда от них запах сигарет Я такой думаю Вот это все, что не хватает За меня и так толпами бегали А тут еще, чтобы им еще больше понравился Той второй половине Которая за мной не бегала Все, что нужно, это покурить Да ну так и дошли ко дня Я взял, покурил И меня вытурнули со спортивной школы Я думаю Вот это покурил И это поработило меня Это сделало меня рабом на 12 лет А Иисус говорит Все, ты больше не раб Не раб сигарете Не раб алкоголю Не раб зависимости Не раб болезней Не раб финансов Не раб там каким-то проблемам твоим Ты больше не раб Дьявол говорит У тебя вывихнута нога А Иисус говорит Нет, я ее исцелил Дьявол говорит У тебя насморк Потому что Грипп ходит сейчас по этому По городу А Иисус говорит Даже если что-то смертоносное выпьешь Ничего не повредит тебе Будешь свободен Даже если ты зайдешь Я помню Я ходил Служение у нас было такое Мы ходили в туберкулезный госпиталь Где люди уже Не то что другие в туберкулезный госпиталь А в госпитале Где люди уже последние дни Там недели доживали от туберкулеза И нам говорили Вы должны это одеть Это Мы такие горячие христиане были Я полгода там служил Хоть бы что-то прицепилось Почему? Ну Защита Божья Ранами Его мы исцелены Мы имеем эту власть И он говорит Я не называю вас больше рабами Вы не рабы этого всего То что у вас поработило на сегодняшний день Это ложь Все происходит в голове Многие люди говорят Я не могу от чего-то освободиться Это ложь Это ложь Я могу показать миллионы людей Которые освободились от тяжелейших наркотиков Которые освободились от плотной зависимости алкоголя Которые освободились от каких-то Таких именно болезней серьезных исцелений Миллионы людей И каждый Который освободился Говорит Проблема в моей голове Ни в чем другом Он говорит Все Ты больше не раб Иисус говорит Ты больше не раб Если я понимаю Что Иисус Христос Избрал меня Если Он заплатил Такую дорогую цену За меня То неужели я Человек Которого спас Иисус Буду Ну как это сказать Порабощен Какой-то мелочи Это ложь Говорит Я не называю вас больше рабами Ибо раб не знает Что делает его господин Раб не знает Что делает его господин Но я назвал вас друзьями Потому что сказал вам все Что слышал от отца моего Знаете Ну есть два уровня дружбы Одна дружба Для того чтобы что-то поиметь А вторая дружба Для того чтобы что-то отдать Вот когда мы дружим С этим миром То что предлагает этот мир Поверьте Он нацелен на то Чтобы что-то у вас отобрать Отобрать ваши нервы Отобрать ваши финансы Отобрать ваше здоровье Отобрать ваше душевное спокойствие Он нацелен на то Чтобы отобрать это Но Иисус пришел, говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Чтобы мы имели исцеление, чтобы мы имели освобождение, чтобы мы ни в чем не нуждались. Он пришел и говорит, я отдал вам, я вам рассказал все для того, чтобы вы это имели. Если взять просто Новый Завет и изучать просто досконально, что Иисус Христос сказал, или что Иисус сказал нам делать, если мы будем в точности выполнять, то у нас ни в чем не будет недостатка. Ни в исцелении, ни в освобождении, ни в финансах, ни в душевном спокойствии, ни в радости. Ну ни в чем не будет нужды. Все, что нужно, он говорит, я вам все уже сказал, я называю вас другом, потому что все вам сказал, что слышал от моего отца. Он ничего не скрывает. Ничего нету тайного у Иисуса. Он полностью все отдал. Все карты вскрыл. Знаете, как вот играет, то это все равно, что играет там в дурачка с открытыми картами. Ничего не прячет. Говорит, я называл вас друзьями, потому что я открыл вам все. Не вы меня избрали. Следующее. Когда я понимаю после этого всего, я понимаю, что даже в этом, слыша это, я не избираю Иисуса Христа. Он говорит, я знаю, что ты меня не изберешь. Даже понимая то, что во мне находятся все ответы в твоей жизни, я знаю, что ты не изберешь меня. Потому что греховная природа, которая есть в каждом из нас, она все равно будет тянуть нас туда-обратно. Все равно нам будет интереснее там. Все равно что-то яркое засветит, и мы убежим туда. Он говорит, вы меня не избрали. Я вас избрал. Я вас избрал. Вы мои избранники. Даже независимо, понимая, что вы меня не изберете, вы не будете делать то, что я говорю. Я все равно вас избираю. И я вас, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш прибывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он вам дал. Следующее. Он говорит, я вас избрал, чтобы вы имели плоды. И просили, например, вам нужен плод исцеления. Попросите у отца во имя мое, и он вам даст. Вам нужно освобождение. Попросите отца во имя мое, и он вам это даст. Вам нужен финансовый прорыв. Попросите у отца во имя мое, и он вам даст. Потому что вы избранники мои, вы мои друзья. Уже Бог, сам отец смотрит на тебя. А, ну окей, это друг Иисуса Христа. Надо ответить. А, это тот, которого Иисус избрал. Заходи, сейчас будем все делать. Первое. Мы избраны самим Иисусом Христом. Аминь. Второе. Второе. Мы дети света, а не дети тьмы. Во Христе Иисусе мы уже дети света, а не дети тьмы. Все. Иисус говорит, вы освящены. Вы уже не принадлежите тьме, которая вас окружает. Первое послание к Иисусе, 5 глава, с 1 по 6 стих. А во временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как вор ночи. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, потому что как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как и проще, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы дети света. Что это значит? Это говорит о том, что Бог открыл наши глаза, открыл наш разум, открыл нам душу и предупредил нас о дне своего пришествия. Примерно, да? Каждый из нас верит, что Иисус Христос придет. Но это пришествие уже его детей не застанет врасплох. Он не застанет нас, как будто мы не знали ничего. Он не застанет нас, как будто для нас все закрыто. Нет. Мы уже знаем, что Иисус придет. Он придет за своей церковью. Он придет для того, чтобы спасти и умертвить все, что злое. И сделает новую землю и новое небо, где уже не будет ни болезней, ни греха, ни зависимости, ни проклятий, ни разочарований, ни депрессий. Это время будет. И мы об этом знаем. И мы это ждем. И мы в это верим. И мы к этому готовимся. Он говорит, вы уже не будете... Вы не братья... Это... Четвертый стих. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, чтобы день застал вас, как вор. Ибо вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы. Мы принадлежим уже свету. Бог перевел нас из царства тьмы в царство своего света. Он забрал нас. Мы уже не... Ну, для нас уже ничего не открыто. Не сокрыто. Мы не можем сказать, чтобы Иисус что-то спрятал от нас. Он дал нам свое слово. Он дал нам... Ну, церковь. Он дал нам людей, которые проповедуют. Он дал нам людей, которые открывают нам это. Он дал нам воскресенье, чтобы мы могли возможность приходить к Нему. Он дал нам это. Второй вопрос. Пользуемся ли мы этим? Наслаждаемся ли мы этим? Практикуем ли мы это? Это уже второй вопрос. Но Он открыл нам все. Давайте дальше. Третье. Вы спасены по Божьей воле. Мы спасены по Божьей воле. Кто мы во Христе Иисусе? Мы спасены по Божьей воле. Кто мы во Христе Иисусе Христе? Я спасен по Божьей воле. Божья воля на этой земле, чтобы каждый из нас получил спасение. Каждый. Он хочет всего человечества спасти. Он хочет, чтобы каждый человек, который живет сейчас на земле, получил спасение. Это его воля. Второе послание к Тимофею, первая глава, с 1 по 11 стих. Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Смотрите, какие слова говорит Павел Тимофеев. Благодать, мир, милость от Бога Отца. Это то, что мы не слышим сегодня, на сегодняшний день. Это то, что мы не наслаждаемся этим. Что мы слышим каждый день? Все будет плохо, это упадет, это подымется, еды не будет, того не будет. Это глобальное потепление, глобальное заморожение и так далее. Поэтому о том, что происходит, и меньше наслаждаемся тем, что говорит Бог. Бог говорит тебе, я хочу тебе дать благодать, я хочу дать тебе милость, я хочу дать тебе мир от Бога Отца. Я хочу дать тебе этот мир, я хочу дать тебе эту благодать, я хочу дать тебе эту милость, я хочу дать тебе это прощение, я хочу дать тебе это исцеление, Я хочу дать тебе это освобождение. Я хочу, чтобы ты перестал мучаться. Я хочу, чтобы ты перестал нервничать, переживать. Он хочет успокоить тебя. Кто мы во Христе Иисусе? Мы спасенные по Божьей благодати, по Божьей воле. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что не пристану вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде. И матери твоей явники. Уверен, что она и в тебе. Это вера. По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Возогревайте. Мы спасены по Божьей воле, но нам нужно возогревать этот дар. Знаете, дар имеет возможность, или благословение имеет возможность затухать. Оно имеет возможность прекращаться, ну как бы не прекращаться, а немножко приостанавливаться. Из-за чего Павел учит Тимофея, тебе нужно возогревать этот дар. Мы получили спасение, ну как дар. И нам нужно это возогревать. Нам нужно это культивировать. Нам нужно это напоминать себе, что я спасен. Потому что этот информационный мир на сегодняшний день, он говорит обратное. Наши мысли говорят обратное. Тот, кто посылает нам наши мысли, хочет уничтожить нашу веру. Хочет уничтожить нашу, ну, тот дар, который мы получили. Но когда мы вспоминаем об этом и возогреваем это в себе, мы помним, что я спасен по Божьей воле. Божья воля для меня, что? Спасение. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Для тех, кто боится на сегодняшний день, кто-то имеет сегодня страх. Бог не дал тебе дух страха. Это дьявол тебе дал дух страха. Бог не дал тебе дух страха. Он забрал у тебя этот дух. Он дал тебе другой дух. Не бояться. Первое. Второе. Он дал тебе силу. Третье. Он дал тебе любовь. Четвертое. Он дал тебе целомудрие. Он дал тебе эту силу. Он дал тебе эту власть. Понимая. Если я понимаю, кто я во Христе Иисусе, я спасен по Божьей воле. И я уже не боюсь. Что бы ни происходило, я не боюсь. Почему? Потому что Бог мне не давал дух бояться. Когда я понимаю, что произойдет со мной, когда я передаю из одного состояния жизни в другое состояние жизни, мне нечего бояться. Зачем мне бояться? Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника Его, но страдай с благодарением Христовым силою Бога. Не стыдись свидетельства Господнего. Не стыдись того, что Бог засвидетельствовал тебе. А тебе Он засвидетельствовал. Свершилось. Свершилось. Свершилось Его победа в твоей жизни над всем, что тебя порабощает на сегодняшний день. Свершилось. Спавшего нас и призвавшего нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я послан проповедникам и апостолам и учителям-язычникам. То есть мы должны понимать, что Бог открылся нам в явлении Спасителя нашего Иисуса Христа и разрушил смерть, который вместо смерти даровал нам жизнь и даровал нам нетленное благословение, дал нам то, что на сегодняшний день мы нуждаемся. Он забрал это. Если что-то умерло или умирает на сегодняшний день в твоей жизни, Бог забрал эту смерть и дал тебе что-то другое. Это Его воля. Спаси каждого из нас по Его воле. Это Его воля. Мы спасены по Его воле. Кто я во Христе Иисусе, я спасен. По Божьей воле. Давайте дальше. Послание к Титу, 3 глава, 1 и 7 стих. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовым на всякое доброе дело. Я только с первой по седьмой сказал. Сейчас. А? Один. Так лучше? Хорошо. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не засловить. Быть несварливыми, но тихими. И оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие. Были рабы похотей и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти. Были гнусны. Ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие, спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили. А по своей милости, баню возрождение и обновление святым духом. Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего. Чтобы мы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию заделались наследниками вечной жизни. Четвертый стих еще раз. Четвертого стиха еще раз хочу вам утвердить. Когда же явилась благодать и человеколюбие, спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности. Иисус Христос. Кто я во Христе Иисусе? Я спасен по Божьей воле. И Иисус Христос спас меня не из-за того, что я что-то делал. То, что я прочитал до этого. Я был несмысленный, непокорный, заблудший. Был рабом похотей, различных удовольствий. Жил в злобе или в зависти. Был гнусным каким-то. Ненавидел друг друга. Он не из-за этого меня спас. Или тебя спас. Он не из-за этого дал тебе свою какую-то благодать. Он не из-за того, что ты делал или не делал. Он спас нас не по делам, которые мы сотворили, а по Своей милости. Я спасен по Божьей милости. И поэтому я больше не живу той жизнью, в которой я жил. Поэтому из-за того, что я понимаю, кто я во Христе Иисусе. Из-за того, что я понимаю, что Бог сделал для меня. Из-за того, что я понимаю, что я спасен по Божьей воле. Я уже не делаю... Ну, уже я стал покорным. Я уже не заблудший какой-то. Я уже не раб своих похотей и различных удовольствий. Я не становлюсь, не залажу обратно в это ярмо. Почему? Потому что я знаю, чем это закончится. Я уже не злой, не завидую, люблю, а не ненавижу друг друга. Почему? Потому что я понимаю, кто я во Христе Иисусе. Он спас меня. Он дал мне новую жизнь во Христе Иисусе. Он освободил меня от этого всего. От всего, что мешает мне наслаждаться жизнью. Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости и по нею водную возрождение и обновление Святым Духом, омыл меня, которую Он излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителем нашего, чтобы мы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию заделались наследниками вечной жизни. Кто я во Христе Иисусе? Я спасен по Божьей воле. Для чего? Чтобы стать наследником вечной жизни. Я хочу наследовать жизнь вечную. Я хочу жить вместе со Христом Иисусом после того, когда я приду к Нему. Я хочу наслаждаться этим. Я понимаю, что это будет в моей жизни. Я хочу, чтобы это каждый понял. Я хочу, чтобы мы приняли это. Аминь. Четвертое. Я освящен, и Он не стыдится называть меня братом. Кто я во Христе Иисусе? Я освящен. И сам Иисус Христос не стыдится назвать меня уже не только другом, но и своим братом, своей сестрой. Послание к евреям, 2 глава, с 1 по 12 стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Посему мы должны стать особенно внимательными к тому, что я слушаю. Почему? Чтобы не отпасть. Знаете, каждый день мы получаем какую-то информацию. Каждый день. Интернет, Фейсбук, люди, окружение, телевизор, общение, телефон, подружки, друзья. Каждый день мы получаем какую-то информацию. И что говорит Павел к евреям? Мы должны быть особенно внимательны к тому, что я слушаю. Почему? Чтобы не отпасть. Очень легко, особенно неутвержденного человека, который не утвержден в своем понимании, в своей вере, в своем слове, очень легко сбить с правильного пути. Очень легко. Достаточно человеку сказать, дать интернет и доказать с интернета. А вот интернет говорит, Фейсбук говорит. Это не авторитет. Авторитет только Божье Слово. Человек должен показать тебе то, что он говорит, только в Божьем Слове. Если вам не показывают Божье Слово. Я когда-то рассказывал, пришел ко мне на встречу один какой-то там король астрологов. Пришел ко мне на встречу такой в колпаке с луной там какой-то, что-то там, звездочет. Ну и сел такой напротив меня, я сижу, ну сюда в церковь, сел такой. А говорит, так, ты дал там объявление в газете. Я хочу с тобой об этом поговорить. Ну я достаю Библию на стол. Говорю, значит так. Мы ставим за авторитет нашего разговора Божье Слово. Если ты то, что ты говоришь, покажешь мне, что любое мое действие или Слово противоречит этому Божьему Слову, я с тобой соглашусь. Он берет Библию, закрывает, говорит, это не авторитет для меня. Говорю, ну тогда у нас не получится разговор. Он встал, одел свой колпак и пошел. И больше никогда его не видел в своей жизни. Почему? Потому что он понимает, что у него нечего сказать. У него есть мозги какие-то, такие какие-то ученые, там что-то свои, какие-то понимания, но у него нету Божьего Слова. И Павел говорит, посему мы должны быть особенно внимательны к тому, что мы слушаем. Почему? Чтобы не отпасть. Для чего мы слушаем вот эти все проповеди каждое воскресенье? Для чего мы тратим свое время? Чтобы утвердиться в этом и не отпасть. Чтобы если кто-то скажет тебе что-то, ты говоришь, знаешь, я знаю правду. Я знаю истину. Я знаю, что Иисус Христос любит меня. Я знаю, что Иисус Христос спас меня. Я знаю, кто я во Христе Иисусе. И я в этом утвержден. Я освящен. И он не остыдится называть меня братом. Посему, если через ангелов возвещенное слово было твердым, или твердым, и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев от толика спасения, которое, быв сначала поведано Господом, в нас утвердилось, слышанными от Него? Мы свидетельствовали от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорил. Напротив, некто везде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего, не покоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчат славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вожжа, спасение их совершил через страдания. Ибо и освящающих, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. Знаете, изначально все, что Бог сотворил, Он сотворил для человека. Но когда пришел дьявол и с помощью обмана забрал власть у человека, забрал то, что Бог отдал по праву человеку, Он отобрал это у человека. И все, что появилось на земле, это из-за того, что когда-то человек не оценил то, что Бог даровал. Но Иисус Христос пришел на эту землю и через свою смерть и воскрешение обратно вернув, возвращает человека в первоначальный Божий план. Он обратно хочет вернуть человеку эту власть, это понимание, этот авторитет, это пользование всем, что Бог создал. И Бог хочет, чтобы мы, понимая, кто мы во Христе Иисусе, наслаждались этим. И Павел говорит с 11 стиха, «Ибо и освящающие, и освящаемые, освящающие – это Иисус Христос, и освящаемые – это мы, все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое, братья Моим, посреди церкви воспою тебя». Бог не стыдится назвать тебя братом или сестой, ему не стыдно. Даже если ты что-то делаешь не так, он говорит, «Знаешь, он уже принял меня». И даже если он что-то делает не так, или неправильно, или, возможно, он карабкается, я помогу ему. Но дьявол уже не имеет власти над тобой. Дьявол не имеет больше власти над твоим здоровьем, не имеет власти над твоим здоровьем, над твоими мыслями, над твоими желаниями. Он не имеет больше власти. Он может предлагать тебе что-то, но ты имеешь власть, соглашаться или не соглашаться. Но Он больше не имеет власть над тобой. И Он это знает. Он знает, что ты брат Иисуса Христа. Он знает, что ты друг Иисуса Христа. Он знает, что ты стал Сыном Света. Он знает об этом. Он знает, что ты больше не идешь в ад. Он знает об этом. И поэтому и свирепствует в нашей жизни. Он знает, что ты спасен. Но поэтому и свирепствует. Поэтому и изощряется, и выдумывает, и придумывает всякие вещи, лишь бы только ты не поверил в это, не принял это, не пользовался этим, не наслаждался этим. Знаете, я когда-то размышлял о том, что человек спасен или не спасен. И что я понял? Знаете, если ты знаешь истину, но все равно не живешь по этой истине, придет время, когда тебе придется это принять и покаяться. И Иисус Христос поможет тебе пойти на небо. Но почему, почему не принять это и не покаяться сразу, и до конца своих дней наслаждаться всеми благами? Нет, мы же человеки. Мы покаялись, получили проездной билет на небо и мучаемся на земле. Почему? Потому что мы так и не поняли, что это. Мы так и не поняли, что это благословение, что это благодать, что это Божья милость, что это Божий подарок, что это Божья свобода во Христе Иисусе. Мы свободны. Вы свободны от всего. Все, что вас на сегодняшний день мешает вам наслаждаться, вам это не принадлежит. Все, что нужно, это сказать, знаете что? Я не хочу больше этого. Я хочу наслаждаться благословениями Иисуса Христа. Я начну изучать Слово, я начну практиковать Слово, я начну жить Слово, по Слову я буду использовать каждое Слово в своей жизни, и я буду жить так, как обо мне написано. Я буду жить так, как обо мне сказал сам Спаситель. Я буду жить так, как предсказал Тот, Который умер и воскрес за меня. И я не хочу больше жить в этих болячках, в этих проклятиях, в этой нищете, в этой депрессии, в этом разочаровании, в этом недомогании. Я отказываюсь. Я хочу жить так, как сказал Иисус Христос обо мне. Все. Точка. Я хочу изучить, понять, принять, поверить, кто я во Христе Иисусе. Поэтому мы делаем этот пост, чтобы каждый из нас принял это, утвердил это в своем сердце, в своей душе, в своем разуме, чтобы мы поняли уже наконец-то, что Иисус Христос сделал в конечном итоге для каждого из нас. Аминь. Там есть еще что-то? Нет. Аллилуйя. Воздайте славу Богу. Аллилуйя. Аллилуйя.